Сегодня кругосветка в Теренгульском районе Если бы меня попросили описать этот край одним словом, я бы, наверное, сказала загадочный Здесь нет курортной зоны, как в Старомайнском районе или Чердоклинском Здесь нет минеральных источников, панетологического парка, как в Мундурии Но зато здесь очень много загадочных и необъяснимых мест, которые привлекают туристов с ближайших регионов уже много-много лет И первая из них, конечно же, скрипенские кучуры Таинственный сад огромных камней причудливой формы Ученые не могут объяснить их происхождение или предложить хотя бы одну маломальски достоверную версию их появления на скрипенских холмах Впрочем, справедливости ради, всерьез за это место наука еще не бралась А там, где молчит наука, само собой, начинают царствовать народные традиции, суеверия и приметы Одна из таких вот примет развивается около этого камня Как раз он находится на центральной площадке И когда ты заходишь в кучуры, вот принято что-то дать лесу, чтобы у тебя все прошло хорошо в лесу А проверял кто-нибудь вообще? Работает? Ну вот я говорю, одна экскурсия была, не положили, дождик у нас накрыло Потом положили, когда монетки в середине где-то экскурсии Дождик такой сильный прекратился, ну и где-то так нехотя шел дождик А, то есть стоит положить, значит, все-таки Да, стоит положить, думаю На хорошую погоду Да, 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 чтобы все хорошо в кучурах прошло Верьте, не верьте, а примета сработала Несмотря на грозные прогнозы синоптиков, наша прогулка по скрипенскому лесу сопровождалась солнышком и хорошей погодой Не иначе лес услышал нас и пригласил в гости Те, кто часто здесь бывает, относятся к нему как к разумному существу Верят, что он открыт для тех, кто приходит с добрыми помыслами И суров к тому, кто затеял нехорошее Если однажды ему что-то не понравилось, может и не пустить Ну, чаще всего, вот на мой взгляд, это бывает после того, когда люди здесь, ну, либо устраивают корпоративы какие-то, либо гулянки, веселье, то есть, ну, все-таки Лес запоминает Да, это все-таки не то, что нужно делать Кроме того, есть такое поверье, что камни прячутся Если в кучур приехать, и проверено оно уже не раз было Если в кучур приехать ради одного камня, даже вот я лично на себя пробовал карту звездного неба Огромный большой камень, один из самых больших Я ради него приехал, я его не нашел Заблудиться среди камней тут не мудрено На холмах их сотни Самым выразительным туристы дали название Трон, ведьмы на столбы, карта звездного неба, алтарь Есть и безымянные, но настолько выразительные, что не верится, что их создала природа Фантазировать и искать сходство глыб со знакомыми образами можно бесконечно Но иногда даже фантазии кажутся неуместными Настолько очевидно, что форма и расположение камней не случайны На многих из них следы явной обработки В месте, которое экскурсоводы прозвали каменоломни, можно подумать, спугнули мастера-каменщика И он бросил свою мастерскую, как была Вот каменная заготовка, вот наполовину обработанная болванка А вот и конечный продукт, отшлифованный диск правильной формы То здесь мы с вами видим идеальный, идеально ровный камень обработанный То есть, да, круглый, который есть И что интересно, его пытались спилить Потому что вот на таком расстоянии мы видим с вами обработка шла А круглая, а здесь уже обработки нету этого камня Возможно, это использовали как мебель Возможно, многие действительно как жернова Но это спорная версия по поводу жерновов Потому что были бы иначе вот здесь в центре дырочки, да, отверстия Которым в дальнейшем делали бы одно большое отверстие, круг Но, тем не менее, даже намеков на эти дырочки нету Но дело даже не в том, как использовались такие камни Вопрос в том, кто их использовал Кто раскидал по горам огромные глыбы, собрав из них замысловатые композиции Кто нанес на них рисунки, обточил, придал форму Наш экскурсовод Александр уверен, что кучуры – это останки древней цивилизации А сами глыбы – это окаменелости Впрочем, есть и другие версии Например, про деда Кучурека, которого здесь видели еще полвека назад Одна версия есть, что его видели на пушке леса старичка 34 метра Старик великан, который Да, который старичок великан А другая версия есть, что люди, придя сюда, увидели старичка, который поднимает камень И есть такая версия, что как раз камень поднимал им вот этот Говорят, старик тот все еще живет в лесу Только от людей прячется Но именно он охраняет лес от недобрых людей и их злых помыслов И, кстати, правильно делает Лес-то в кучурах заповедный, непростой И дело тут совсем не в камнях, но во мхах, лишайниках и папоротниках Которые растут на скрипенских склонах Некоторые из них – ровесники динозавров Отдельные виды больше не встретишь нигде в мире Поэтому скрипенские кучуры имеют статус природоохранного памятника Есть здесь и живность Следы косули-кабанов часто встречаются на тропинках А еще в кучурах лучше повнимательнее смотреть под ноги Здесь возятся медянки и гадюки Обычно они пугаются шумом и стараются не попадаться людям на глаза Но всякое бывает Ходить здесь лучше с палкой в руках Ну а нам пора продолжить наше путешествие Тем, кто хочет из кучур забрать с собой небольшой сувенир камушек Этого делать строго не советуют Говорят, камушки приносят несчастье и неудачу тем, кто их отсюда увозит Лес должен остаться нетронутым И тогда он вас еще пустит Напоследок еще один кучурский обычай Старину местные жители приносили в лес Они все оставляли на камнях самодельных куколок Спустя время они их забирали домой и клали на подоконник Считалось, что напитавшиеся скрипенским духом куколки Смогут уберечь домочадцев от ненужных ссор И помогут решить сложные вопросы Жаль, у нас с собой таких куколок не оказалось Зато нам рассказали, где их можно найти В стеренге с нами встретились сразу две мастерицы-кукольницы Елена и Ирина Обе увлеклись кукольным делом сравнительно недавно Всего несколько лет назад Но от их работ глаз не оторвать У Елены куклы классические Такие, о которых мечтает любая девочка Наверное, поэтому рукотворные красавицы Елены Мгновенно разлетаются по всей стране и даже за ее пределы Теренгульскими куклами играет в США, Германии, Чехии Покупателям нравится, что одна игрушка не похожа на другую У каждой свой наряд, свое выражение лица, свой характер Елена утверждает, что это получается как-то само собой Вот это ножки, вот это туловище Это голова и вот такие ручки На старте все просто То есть на старте все просто, как бы, да? Но оно на самом деле все просто, вот честное слово То есть вот это все шьется, выворачивается, набивается Есть наполнители разные Как какие вам интересны Вот, и потом это происходит вот в такое, например Вот в такое вот чудо То есть это вот как раз по этой выкройке все сшито Вся одежда снимается У меня куклы, я хочу вообще, чтобы они у меня были игровые То есть не просто стояли где-то на полочке А чтобы можно было в нее поиграть Ирина тоже утверждает, что выкройки выкройками Но каждая кукла сама выбирает себе и характер, и наряд Иногда капризничает, не хочет одеваться в то, что для нее приготовила мастерица Правда, у Ирины куклы непростые Сорока, подорожница, благополучница Обережными куклами Ирина увлеклась сравнительно недавно Но к вопросу подошла со всей ответственностью У каждого оберега свои особенности и свои традиции И Ирина их дотошно изучает Вот эта вот куколка идет, как тоже она, вот оберег Внутри у нее денежка Она идет, как оберег на достаток Если же положить туда, вовнутрь лекарственные травы То она уже идет, как оберег на здоровье Вот, и ручки у нее связаны на груди Это символ того, что она, вот этот вот достаток Если там здоровье, то она уже будет крепко держать Свои куклы Ирина дарит близким и знакомым А для туристов в Теренге это лучший сувенир Особенно, если они направляются в скрипенские кучуры Будет кого оставить на камне, согласно обычаю В Теренге мы заехали пообедать в местное кафе В меню нам бросилась в глаза оригинальная котлета «Барин» Не разочаровала, но самое удивительное – это история ее рецепта У меня дом старинный, с историей Поэтому, когда обдирали обои Там толстый-толстый слой обоев был И там кобеленому напшит этот дом интересный И нам сказали, что там жила экономка Перси Френч Это обои обдирали и нашли кусочек Такой стлевший уже, прям там что-то написано Ну, мы пошевыряли, написано было что-то там «Барин» Ну, там много чего, он просто был уже затертый И что было в рецепте Ну, мы его доработали Не знаем, такой, не такой, но мы стали его готовить И вот такие истории в Теренгульских краях на каждом шагу За очередной порцией мы отправились в Скугареевку Там сохранилась усадьба Леонида Ивановича Афанасьева Последнего симбирского городского главы Человек это был неординарный Новатор, движитель прогрессивных идей Благодаря его стараниям в начале прошлого века Симбирск вышел в число наиболее успешных городов Российской империи Электростанция, современный водопровод, первые асфальтированные улицы Все это появилось при нем и благодаря ему Ну, а душина его находилась в Скугареевке Сюда он приезжал со своей семьей отдохнуть Своими детьми Имел он здесь зоопарк свой Вот это барский дом Ну, то, что после пожара осталось За ним был замечательный парк В этом парке водились белочки Они там были красивые очень дорожки Сейчас, к сожалению, там заросло все Печальная судьба постигла не только парк, но и саму усадьбу Сегодня из всего комплекса сохранившихся зданий она находится в самом плачевном состоянии Обваливается лепнина и внешняя отделка здания На балконах проросли деревья Внутри усадьбы заходить ни в коем случае нельзя Может осыпаться крыша Между тем, дом этот очень интересный Он был построен как барский дом именно такого нашего русского стиля Он сначала внутри строился деревянный, потом уже обкладывался Он изначально не был кирпичным домом И там, что интересно, там вот такие вот между стенами Вот такие проходы, тайные пароходы Когда можно было из одной комнаты Совершенно секретно попасть в другую комнату А потом попасть вниз И у нас есть подземные ходы, которые уходят И к речке выходят И выходят вон туда, где у нас раньше была начальная школа И это действительно так Потому что буквально два года назад Там стали копать колодец И там обнаружили вот этот проход Жаль, убедиться в существовании тайных ходов и проходов Лично нам не удалось Здание усадьбы в аварийном состоянии Чтобы его восстановить, нужны огромные вложения На которые пока меценат не нашелся Но если вдруг кто-то когда-то возьмется за афанасьевские владения Здесь запросто может появиться местная царицына Усадьба, барский парк, конезавод, манеж, торжевая башенка на въезде Красивый, аутентичный туристический комплекс Побывав в котором, можно будет прикоснуться к нашей истории А вот и еще одно такое место, где ход истории особенно заметно бросается в глаза Стоит в поле, нет, не теремок, а большой краснокаменный храм И это очень странно, потому что откуда бы ему здесь взяться Храмы, соборы, церкви всегда строились в центре селения Но на деле это и есть отгадка Когда-то здесь было огромное село графа Шереметьево, Суровка Согласно одной из версий, именно Шереметьев и выстроил в Суровке церковь Николая Чудотворца Причем по тем временам этот храм не был слишком великолепным или громоздким для Суровки В селе тогда проживало немногим меньше трех тысяч человек А это даже по современным меркам очень много Оттого так и поражают сегодня масштабы строения Высокий купол, изысканная архитектура, четырехколонные портики Тосканского ордера в оформлении фасадов Пилястры на входах, кованые двери и узорные решетки на оклах На стенах еще сохранились росписи Покрова Пресвятой Богородицы, Спасный Рукотворный, Сироким Саровский На восточной стене остатки иконостаса Внизу под ним иконки и крестики, принесенные местными жителями Умирающий храм, памятник богатым и благополучным временам Впрочем, о благополучии местных земель можно и поспорить Согласно одной из версий, само название Суровка происходит от слова «суровый» Таким это село представало для тех, кто пребывал сюда в ссылку на каторжные работы Не Сибирь, конечно, но легким быть ее местных ссыльных тоже не назовешь Недалеко отсюда сохранились старинные каменоломни На них до сих пор можно найти тяжелые цепи, в которые были закованы каторжане Именно в сторону каменоломен мы и направились Правда, искали мы не просто по роду Нужен нам был особенный синий камень И если верить легенде, прятался он где-то в этих краях Просто последнее упоминание о древнем городе Ташлы 421 год То есть это уже были упоминания о развале города То есть он гораздо раньше был Но точное его существование, этого города, конечно, нужно искать в летописях По одной из версий, находился этот город именно здесь, в горах Ясашной Ташлы Жители его обладали сверхъестественными способностями Использовали они их только во благо людям И когда однажды жестокие захватчики попытались заставить ташлинцев работать на себя и вершить зло Те просто исчезли, незаметно покинув ночью осажденный город Как они это сделали, никто не знает Известно лишь, что свои добрые сверхъестественные способности они оставили людям, заключив их в особый синий камень Руины города Ташлы давно уже обратились в прах Но вот синий камень по-прежнему лежит здесь, в горах Ожидая своих создателей и охраняя покой людей Любой человек, который может приехать сюда и открыть для себя какие-то возможности Что-то он для себя ищет, ответ на какой-то вопрос Во благо он может его здесь получить То есть у нас в Ульянске есть свое место силы, никуда далеко ехать не надо Ехать может и не надо, но вот добираться до камня не так-то просто Идти нужно в крутую гору, протоптанной тропинки нет, без проводника собьешься с дороги в считанные минуты На пути то и дело встречаются повальные деревья, скользкие каменистые тропинки, овраги, ямы Заблудиться в таком лесу – плевое дело Оттого сильнее восторг, когда вдруг в лучах предзакатного солнца видишь венчающую гору голого дракона Тот самый синий камень То есть что нас символизирует дракон? Это сверхъестественное, это мудрость, это знание То есть пожалуйста, он такой сложился и охраняет, если видите, причем он такой добрый дракон То есть видимо, что он не злой, он такой позитивный у него мордаш Когда мы первый раз увидели, как будто он нам рад Если верить людям, это место, которое поможет найти ответы на любые вопросы Которое придаст сил, вернет душевное равновесие, даст необходимые знания Правда, добрый дракон по-прежнему соблюдает главные условия своих создателей Все им данное должно быть обращено только во благо Наше путешествие подходит к концу Но прежде чем отправиться в обратный путь, мы решили выпить чаю И решили мы это не просто так В Исашной Ташле находится производство чайных напитков «Садовый лист» Виноград, черная смородина, яблоко, вишня, груша, клен, черемуха, душица Каких только чаев здесь нет Каждый собран лично хозяевами в собственном саду И обработан по всем правилам чайного дела Никакой химии, только натуральный продукт Он дольше заваривается, он дольше раскрывается Он является не только вкусным, но и полезным Потому что там очень много различных микроэлементов Если посмотреть, то там завод таблицы Менделеева Мятные и вишневые чаи успокаивают Виноградный бодрит и помогает решить проблемы с давлением Земляничный полезен для сердца, а кленовый прочищает сосуды А еще у каждого из них совершенно неповторимый вкус Мне больше всего понравился виноградный с черной смородиной и душицей Ароматный и с кислинкой А вот мои коллеги оценили черемуховый чай Терпкий с глубоким вкусом После долгого дня путешествий это было то, что нужно На этом наша поездка подошла к концу Она получилась очень насыщенной и щедрой на эмоции Теренгульский район не разочаровал Столько интересного и таинственного поместилось в один единственный день Но главной загадкой Теренги для нас стало то, что чем больше мы здесь видели Тем больше вопросов у нас появлялось И тем больше нам хотелось вернуться сюда вновь Чтобы непременно найти на них ответы А это значит, что симбирская кругосветка еще не раз отправится в эти края И еще не раз будет удивляться древним тайнам и современным красотам Теренгульского района Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok